Динамик сабвуфера Привет народ ютуба Перед вами Динамик Динамик сабвуфера Принесли, сказали Что не работает Так, 4 ома Больше никакой информации нету Что за Динамик, не знаю Когда Пробую динамик Сам диффузор Нигде не цепляется В общем, все нормально Значит, с чего тут начать-то Ну, походу Перематывать придется Поэтому нам придется, наверное Оторвать диффузор И вот Там есть центрирующая Шайба Ладно В первую очередь Я посоветовал бы взять Фломастер И все-таки Сделать пометку Маркерами Потом было проще Восстанавливать Черным по черному Ну, и вот так сделаю Вот, как раз Меточка Напротив отверстия И здесь Меточка имеется Возможно Рассказываю Слишком нудно Как многие выражаются Но Как умею Так, дальше Включаем паяльник И отпаиваю Вот эти вот Провода Пока паяльник греется Я думаю Можно заняться Немножко Диффузором Скажем так Я один раз Как-то уже Ремонтировал Но Поменьше Размером Буквально там Небольшой был Вот Он немножко Структура Другая Наша задача Вот Поснимать Все это дело Аккуратненько Кто-то Растворитель Использует Кто-то Нагревает Но Тут, блин Резина Как бы Нагревать Не очень хочется Поэтому, ребята Может у кого-то Есть опыт Поделитесь На моем канале Все-таки Есть много Радиолюбителей Которые Сами Делают Сами Ремонтируют Будет Полезно Полный Процесс Показывать Не буду Ну Вот Покажу Как я Вот так Долго И нудно Отковыриваю Не только Книзу Но и К боку К выступу Возможно У кого-то Уже Есть Инструменты Для ремонта Так Ну У меня Очень редко Такое Попадается Я думаю Для начала Нормально Да Можно Вместе Вместе С этим С Диффузором Резиновым Отковыривать Ну Взял Чайную Ложку И тут Прикладывая Определенные Усилия Освобождаю Отклея Острое Оно Царапает Здесь Края Загнутые Я думаю Как раз Нормально Оно Реально Тогда Не поцарапает Резинку Так Идем дальше Надеюсь Паяльник Нагрелся Липнет Вовсю Да Надо Хороший Паяльник Чтобы Прогреть Ну Вот Вроде Все Тут Отпаял И Теперь Можно Смело Продолжать Так Продолжаю Той же Самой Отверткой Подковыривать Вначале С краю Потому Что С краю Почему-то Оно Очень Хорошо Приклеено Вот А потом Подковыриваю С этой Стороны Стараясь Больше Производить Давление На Само Железо С железом Ничего Не случится Я Таким Образом Как бы От Железа Отдираю Клей Клей Остается На Резинке Опять Таки Ваши Комментарии По этому Вопросу Помогут Многим Радиолюбителям Своими Руками Ремонтировать Подобные Вещи А тут Оно Вполне Хорошо Снимается Смотрите Как Так Ну Самое Легкое Я Сделал Все Тут Отодрал Самое Тяжелое Осталось Это Тут Повыковыривать Во-первых Неудобно Во-вторых Там Порвать Можно Элементарно Как Никак Там Тряпка Тоже Ребята У кого Какие Есть мысли По этому Поводу Кто-то Делал Кто-то Видел Чем Начинать Отковыривать Так Ребята Тут Оказалось Даже Еще И проще Как Мне Показалось Да Вроде Проще Задача Главное Подковырнуть Главное Аккуратненько Подковырнуть Попасть Внутрь Скажем Так Вот А потом Создаваю Угол Главное Краешек Зацепить Если Краешек Зацепляю Аккуратненько Аккуратненько Метод Вам Что Не Понравился Тут Тоже Аккуратненько Хоть И Подсобным Инструментом Пользовался Ну Блин Сделай Ж Сделал Так Смотрим На Обмоточку Как Вы Думаете В чем Причина Перегруз Был Коротнуло Ну Судя По цвету Да Аж Закипело По моему Видно Закипело Так Что Еще Хочу Сказать Обратите Внимание Вот Это Вот Клей Видите Где Аж Это Работа Халтурная Где Изготавливали Этот Динамик Неизвестно Но Судя По Расстояниям Вроде Одинаковые И Там Походу Придется Еще Стружку Снимать Видно Есть Там Стружка Походу По кругу Ребята Как вы Снимаете Я беру Металлический Предмет Вот так По кругу Прохожу И он Почему-то Прилипает Именно На предмет Который Я Запихиваю У меня Еще Вопрос К вам Каким Образом Вы Считаете Витки Витки По-моему Вроде Как Витки Живые Почему Он КЗ Показывает Не Совсем Понятно Ребята Чтобы посчитать Витки Я беру Смартфон И фотографирую Таким образом Можно Увеличивать И потом Спокойно Посчитать Посчитал Где-то Один ряд Около 40 витков Получается Тут Два Ряда Поэтому 80 витков Придется Мотать Так Лучше Всего Диаметр Провода Конечно Ж Замерить Микрометром Но Микрометра Нет Есть Штангер Циркуль Электронный Здесь Показывает 0,1 Не знаю Еще Ребята Обратите Внимание Не Забудьте Вот Выходит Провод И вот Он туда Пошел То есть Направление Обмотки Тоже Надо Не забывать Он Пошел Сюда Вот Так Мотается Мотается И Потом Возвращается Вот Сюда Чтоб Не наоборот Было Как Никак Полярность Нужно Соблюдать Вот Проволку Я Нашел Уже Хорошо Подходящую Так Намотал Цилиндр Чтобы Клотненько Входило Хоть Тут И гильза Алюминиевая Но Все Таки Она Мягкая Тонкая И Может Прогнуться Поэтому Я Как бы Упор Создаю Потом Когда Буду Наматывать Диаметр Должен Сохраниться Такой Какой Он Должен Быть Ну И плюс Того Что Пошел В аптеку И купил Клей Медицинский БФ6 25 грамм Блин Дорогой Сволочь Сейчас Буду Аккуратненько Снимать В общем Витки Считать Не буду Я Уже Так Насчитал По 40 штук На Слой А тут Получается Два Слоя Так Зацепил Все Это Дело Со Снятием Проблем В общем То Нет А вот Оно Как раз И Показалось Вот Свет Не включил Видите Там Черная Получается Нижняя Сгорела Обмотка Верхняя Еще Как бы Целая Я думаю Че он Коротнул Где он Коротнул Да Сгорела Обмотка Ну Да Ладно Все Это Снимаю И Думаю Что Сделать Теперь Буду Мотать Вот Не Забыть Я Сделал Как бы Копию О том Куда Подключать И в какую Сторону Мотать Вот Как видите Подпаялся Тут Я потом Клеем Залию Когда Уже Проверю Что он Работоспособный Все Нормальный Тогда Тут Закрепим Вот А сейчас Тут Я почистил Особо Сильно Снимать Наверное Не буду Как Никак Это Лаковая Защита Пускай Останется Сейчас Еще Нанесу Клеем Немного Скажем Так Станка У меня Нету Чтобы Все Это Дело Автоматическим Режимом Поэтому Как Есть Толстым Слоем Шоколада Точнее Клея Намажем И пускай Подсыхает Потом Еще раз Намажу И уже Посвежечку Погнали Может Вы По другому Делаете Можете Подсказать В принципе Я Не против Даже Спасибо В общем Дальше Ребята Показываю Таким Образом Вот Видите Крышка Я ее Зажимаю В тиски А корпус Как видите Тут у меня Сам Цилиндр Вставляется Вот И потом Вращаю Видно Да Вращается Оно Получается Крышка Держит А корпус Сам Вращается Вот И он Упруго идет И таким образом Наношу Витки Вот Показывать Не буду Потому что Тут работа Такая Нудноватая Надо И проклеивать И мотать И он Подсыхает И проклеивать И мотать И Ну Главное Вы В принципе Поняли Вот Вот Таким Образом Ну Подручный Материал Нет у меня Так сказать Станка Специального Заниматься Этим Так Первый слой Намотал Ребят Проблем Не было В общем Все нормально Ложилось Виточек К виточку Все хорошо А вот Второй слой Будет сложнее Потому что Цвет Проволоки Теперь Такой же Самый Скажем Как и Подложка То есть Первый слой Я мотал Разница в цвете Была И видно Было там Пробельчики То я их Поправлял То сейчас Будет Посложнее Мотать Закончил Раньше Лежало Там и Положу Тут Можно Чуть Чуть Больше Оставить На всякий Случай То Вдруг Промахнусь Сейчас Зачистим Иногда Некоторые Чистят Эти С горелкой Короче Эмаль Выпаливают Но я Так Не делаю Потому что Как бы тут Слишком Тонкий Провод И Просто Может Откорить Залуживаем Ну Вроде Припаяли Так Теперь Я Взял Бумагу Сунул По всему Контуру Потом Вот Таких Четыре Бумажки Еще Сунул И Вот Такой Плотно Плотно Зашло Семь Четырем Сторона Теперь Туго Ходит Но Ходит И Надеюсь Таким Образом Середина Будет Выбрана Также Я тут Метку Оставлял Хотя В принципе Метка Как таковая Не нужна По той причине Что Контакты Которые Выходят На эту сторону Вот Потом Подпаиваются Ну и Отверстия Вот Эти крепежа Тоже Соответствуют Поэтому Как бы Метка Которую Я тут Оставлял Она В общем То И не Нужна Правильно Сейчас Я тут Прихвачу В этих Местах Клея Немножко Ну Буквально Сколько Тут Отверстий Столько И кусочков Поприхватываю Вот Если Будет Нормальная Центровка Она Подсохнет Я Там Прищепками Поприлепляю Она Подсохнет И Проверю Если Все Нормально А то Тогда По всему Контуру Проклеиваю И все До свидания Так Вроде бы Все Нормально Не Шорхается Ну Тут Я пока Эту Диффузор Так Приклеил Не Приклеил На Прищепке Сейчас Попробую Подключить К усилителю Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...